Александр Кучерявенко – известный художник России. Произведения сторонника реалистической живописи хранятся во многих фондах ближнего и дальнего зарубежья. Мама Александра родом из Брестской области, а дед в довоенное время служил в крепости. Возможно, эти события стали определяющими для создания настоящего реалистического шедевра. Когда я ее писал, меня не покидала мысль, что эта картина рано или поздно должна оказаться в музее Брестской крепости. Что для нас, для всей России, для Беларуси, для Украины символ Бреста, я думаю, что объяснять не надо. Это символ чести, стойкости и достоинства. Сразу после ее создания художник загорелся мыслью передать ее сюда, в Брестскую крепость, потому что и для меня, и для него, и для всех россиян Брестская крепость – это символ мужества, героизма, солдатского долга. Картина «Максим» – собирательный образ советского солдата, запечатленный во время короткого перерыва между атаками. Тема войны, защиты родины, солдатского мужества всегда волновала художника и очень близка ему. Ведь его мама своими глазами видела ее ужасы и семь раз чудом спаслась от расстрела. Авторская задумка образа также неоднозначна. «Максим – воин» и «Максим – боевое орудие». И пока они едины, никакой враг им не страшен. Мы признательны такому дару. Это действительно дорогой подарок в память о защитниках Брестской крепости, в принципе, в память о защитниках нашей Родины. Полотно займет достойное место в фондах музея. Знаменательно, что на процесс передачи картины пришел и свидетель героической защиты крепости – прообраз мальчишки из муз-взвода в фильме «Брестская крепость» Петр Котельников. Картина написана очень реалистично, несмотря на то, что образ создавался не с натуры, а является плодом воображения художника. Александр Кучерявенко пообещал, что Максим не станет единственной его работой в фондах Брестского музея. Он уехал, но пообещал вернуться в Брест уже с новой картиной.